конкретно мы хотели поговорить про травмы в реал мадриде обсудить кто в них виноват и что сейчас реалу делать да все так у мадридского реала очередные травмы то есть получается нас камовинга выбыл и у нас выбыл венисиус венис уже венисиус уже второй раз за сезон при этом еще далеко не все здоровы даже из тех кто не выбыл там на весь сезон да как куртуа как милитао ну практически на весь сезон и он чего те скамейка сокращается стремительно вообще и если прямо сейчас мы можем еще найти варианты для игры основы то вот дальше возникает вопрос а если с этими чтобы случиться кого там дальше то уже брать на самом деле прямо сейчас понятно что есть еще замены по позиции очень забавно знаешь когда сезон начинался я думаю ну хорошо вот у нас есть вот эта старая гвардия кросс модрич да в центре поля ну вот если что им на подмену еще есть чего мини и камовинга но получился парадоксальная ситуация что молодые более здоровые по идее футболисты вышли из строя да вот вечные у нас кросс и модрич теперь являются игроками незаменимые абсолютно но видимо они вместе с вальвердо будут играть в центре поля это если сохранять структуру с биллингемом на условной позиции там 80 восьмерки десятки как угодно да и впереди получается не очень на самом деле оптимальная пара родригу хаселу к ним обоим есть вопросы мне кажется даже вот именно в этом сочетании родригу и хаселу мне кажется эта связка оптимальной но в последнем матче перед сборными да а чего ты ставил 442 без биллингем а где уже у нас играл например брэйм диас играл на фланге есть тот же самый лукас васкес например да то есть как бы можно тактически перестроить игру если опять же вот анчалоте захочет дать биллинг ему немножко отдохнуть но вот дальше то есть как бы вот допустим кого убирать в случае вернее кого выпускать в случае еще каких-то повреждений у нас остаются там сибальес я не знаю в каком состоянии нико пас молодой то есть это уже такой барселонский способ заменять кого-либо до через 19 летних футболистов собственно все но сейчас конечно очень многое зависит от того когда именно там биллингем со своим плечом вернется но потому что если вернется то тогда все более-менее складывается но уже на тоненького поскольку замен нет замен толковых нету вот если рассчитывать на то что и винисиус и биллингем в первых матчах после сборных не сыграют то каким каким ты видишь сочетание вообще полузащиты и нападение если называть конкретной фамилией ну вот это ближе к тому варианту который чего те играл последний матч то есть видимо вальвердес играет справа модрич кросс центре и слева брайм диас впереди радрига и хаселу ну да если манчелоти любой ценой хочет сохранить текущую схему ну понятное дело там слева при обороне играет диас а в атаке он может даже подменять местами непосредственно биллингема вот в этих зонах которых он открывается то наверное такой вариант остается но все-таки хаселу и винисиус мне кажется слишком разные типажи и вот против валенсии очень хорошо они именно на пространстве играли винисиусу у родрига было очень удобно так что мне кажется что у реала хотя формально состав набирается даже без юниоров набирается у реала могут на этом этапе все-таки трудности возникнуть а если рассматривать все-таки ситуацию в которой иначелоти скажет что да безусловно я сильно старался сохранить вот эту вот схему стартовую но сейчас в этом нет смысла из-за большого количества травм как ты смотришь на вариант при котором 433 ну по сути классические для реала на правом фланге выходит диас он там играл он неплохо владеет этой позицией на левом родрига который подменяет винисиуса и хаселу как нападающим бензима подменяет это не знаю фильм дублеры какой-то прям получается у нас все друг друга подменяют нет в принципе вариант рабочий я не не знаю насколько чего сейчас захочет тактически но это даже не назвать экспериментом конечно такой откаткой к определенным подзабытым немножко вариантом но это получается такая очень плохая копия когда-то работавшей модели да не лучше ли будет для него использовать то что в наработанном системном ключе более понятно нынешнем составу просто меняя исполнители да то есть мы в любом случае меняем исполнители так мы хотя бы сохраняем структуру но в принципе то есть я не вижу в этом варианте ничего совершенно предусудительного а потом материал побеждать будут за счет персонали в любом случае и побеждать будет любом случае да но в рамках ла лиги запросто да мне кажется проседание по результатам возможно у реала на этом этапе все-таки слишком много и слишком важных футболистов одновременно выбывает и тут невозможно не сформулировать вопрос тоже он такой немножко будет толкать нас в сторону философии вещей которые мы не можем знать на сто процентов не находясь команде все такое но все-таки вот по твоим ощущениям по информации которые ты в испанских медиа читаешь кто должен считаться главным виновником в травмах реала потому что и действительно очень много пускай не все непосредственно случаются с игроками когда они находятся в расположении клуба честно говоря вот из я поднял статью и в атлетике тоже определенные там двухгодичной давности и когда я вообще гуглил эти вопросы все да с травмами получилось прям стабильно раз в два года эта тема вылезает и находятся виновные виновные меняются ситуация не меняется эпидемии травмы мадридского реала это прям хорошая традиция это сейчас уволили ника михича до главу медицинского штаба пришел он работал в клубе 6 лет то есть не сказать что все эти шесть лет было плохо при этом были отрезки вот сейчас и в двадцать первом году когда было реально плохо михич пришел на место хесоса ольма хесоса ольма выгнали за то что было плохо с травмами его тоже обвиняли в том что довел на мадридский реал до ручки при этом может быть ты помнишь еще историю с физиотерапевтами то есть зидан когда два раза приходил у него был антонио пинтус и был грегори грегори дюпон да и опять же периодически общественно спрашивала а чего это у них за методика такая из-за которых футболистов постоянно мышечные травмы нам рекламировали как замечательных в итоге получается что мы не можем рассчитывать на тех или иных футболистов короче история это длится довольно долго в весной 2021 года выходил в твиттере бурно обсуждался видеоролик на котором показывали как там серхио рамос по моему бензима они работают в зале и как-то не так они ногами делают короче работу ногами на тренажерах вот и там журналисты прямо задавались вопросами ну ребят вы это видите какие у вас вопросы могут по поводу того почему у них травмы и кто так не делает вот короче я к тому что вся эта ситуация повторяется постоянно это немножко напоминает историю с как называется мы исполняющимся пророчеством то есть медиа освещает ситуацию болельщики начинают ее активнее обсуждать медиа обсуждают то как обсуждают болельщики все это крутится как снежный ком и понятно что в таком клубе как мадридский реал который участвует во всех соревнованиях борется за них практически до конца ни у кого из клубов из года в год стабильно нет таких далеких походов за лигу чемпионов ну вот не было их вот предыдущие годы при этом везде максимальная выкладка поэтому просто футболисты мадридского реала находится в большей зоне риска из-за высокого уровня конкуренции и соревновательности которые не которые не участвуют вот и все я не вижу здесь то есть если вы уже поменяли несколько раз там всех физиотерапевтов и так далее и ситуация не изменилась наверное не в этом дело то есть сейчас ну хорошо выгнали не митича который работал себе шесть лет что-то радикально изменится я думаю нет и все специалисты в этой теме говорят о том что но это такая немножко непредсказуемая вещь травмы случаются от этого ты никуда не денешься да мне кажется это важный контекст непосредственно связан с реалом но есть еще и внешние обстоятельства и тоже я тут буду сегодня в этой постоянной роли критика эксплуататоров критика фифа выступать потому что мне кажется что глобально понятное дело кто-то в большей степени кто-то в меньшей степени но мы все сейчас расслабываем о последствии чемпионата мира который проводился посредине сезона и сейчас в чем фишка в чем в чем важность момента в том что мы постепенно уже можем в цифрах некоторые вещи прощупать как это отразилось поскольку начинают появляться начинают появляться данные начинает начинают делать исследования связанные именно с тем насколько во первых на дистанции прошлого сезона после чемпионата мира возросло количество травм и насколько в этом сезоне вот из-за такого аномального графика которого вынуждены уже по сути второй год подряд придерживаться футболисты насколько количество травм отличается от стандартных месяцев в другие сезоны когда у них не было такой накопленной нагрузки и как раз сегодня вот неплохое исследование публиковал espn там нет ла лиги там касается это клубов apl и бундеслиги но рост травма значительный если сводить это к каким-то финальным цифрам то на 23 процента apl на двадцать три и шесть даже 2004 можно грублять и на 14 8 в бундеслиге количество травм возросло это мне кажется не похоже на случайные колебания сезону к сезону это мне кажется напрямую связано вот с тем с теми аномальными условиями главное из которых наверное аномальные условия вообще тянутся с ковидного сезона так или иначе меньше чем привыкли футболисты отдыхают но наверное пиковой точкой и самой главной аномалией стал чемпионат мира по ходу зимы то есть можно долго критиковать и разбираться во внутренних факторах которые связаны с клубом но фишка в том что все не знали что делать и все экспериментировали пытаясь отреагировать на это чемпионат мира и у кого-то просто лучше зашел эксперимент у кого-то хуже зашел эксперимента ну и плюс еще удача неудача мне кажется вот все это огромный ком который мы постарались если не разложить то сформулировать есть и внутренние факторы есть и внешние факторы ну и банально невезение давай наверное резюмируем эту тему как раз таки некоторым прогнозом по сути до конца сезона до конца года реал будет без ряда лидеров обходиться точно не сыграю тоже камовинга по моему винисиуса тоже проблема которая его до конца года делает недоступным и как ты думаешь в каком какой позиции реал подойдет к окончанию года обойдут жирону либо скатится где-то к этом четвертому месту насколько хорошо они пройдут именно вот эту проблемную дистанцию ну ты знаешь мне кажется что к если мы говорим к отрезку нового года то как раз таки они будут где-то поровну жироной если можно делать такой прогноз по очкам потому что уже она сейчас будет серьезный календарь но мы с тобой попозже его наверное обсудим да ну вот для мадридского реала опять тут все зависит от того будут ли еще повреждения то есть прямо сейчас состав который мы с тобой чуть раньше нарисовали в принципе достаточно для того чтобы решать локальные задачи чтобы решать задачи уровня чемпионата испании ближайших соперников насколько помню там критического расписания не будет да и в принципе для топ-клубов вообще всегда важно если давай давай до нового года сначала кадис на выезде потом граната дома потом бетис на выезде вели реал дома и оловес на выезде ну да действительно выездные матчи не очень трудные дома команды посильнее но как с бетисом трудно с бетисом труду но бетис такой тоже излишне творческий сейчас у них еще вернется же господи вылетел из головы лидер их долго травмировался фикир 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 и у ним нужно будет ставить как-то вместе иска и фикира что из этого как из-за этого поза структура игры не очень понятно да вот поэтому мне кажется мадридский реал нормально для топ клуба всегда важно чтобы к февралю возвращению лиги чемпионов в началу плей-офф до вот этого этапа у тебя уже все было более-менее в порядке эти месяцы можно более-менее пережить с быкой суперкубок испании до судовской аравии кстати к вопросу да там куда еще уходят силы игроков вот ты правильно заметил я еще хотел сказать по поводу того что весь цикл последних лет он очень ломан и такой в плане физи физической подготовки футболистов начиная от коронавируса когда несколько месяцев футболисты там сначала дома сидели да потом все это ломалось потом чемпионат мира то есть в последнее время весь ритм подготовки он сильно изменился он отличается от того что было раньше и плюс происходит же в принципе изменения как в более как таковом то есть у нас сейчас ну не знаю это может быть мое такое впечатление просто стало гораздо более пастингующих команд на футболисты как мне кажется в целом затрачит больше физических усилий не то что бегают именно больше давно не значит больше физических усилий во время матча интенсивность повысилась чем раньше это тоже все влияет на здоровье потому что организм человека сильно не эволюционировал за эти там пять шесть лет которые могли повлиять на развитие тактического тактической части футбола а мне кажется это немножко балансирующие процессы потому что может организм то и не изменился но медицина спортивная развивается и конечно если взять особенно дистанцию даже там 15 лет то скорости интенсивность все это возросло и прессингующий команд становится больше в то же время возможности как футболисты во-первых их профессионализм и возможности как они могут за собой следить они тоже постоянно улучшаются и у меня вот ощущение что как-то эти процессы друг друга балансируют но в отдельных случаях это позволяет играть очень очень долго что мы видим на примере и криштиану и месси я думаю это все-таки не совпадение а